На Хит-ТВ стартует беспрецедентное караоке-шоу «Нехабар». Какие сюрпризы готовит новый грандиозный проект? Вопросы Фариза Мамедова застали врасплох подопечных Потапа. Группе «Время и стекло» не удалось скрыть правду. Сейчас образ жизни у людей такой, что им очень не хватает движения. Трейл раннинг набирает популярность среди жителей Алматы. Всем привет! В эфире программа «Хедлайнер». И начнем мы выпуск с отличной новости. 4 апреля на Хит-ТВ стартует новый грандиозный проект. Развлекательное караоке-шоу «Нехабар» удивит всех без исключения. Яркие ведущие, строгие звездные гости, которые будут судить конкурсантов, и все это под звуки лайфбенда. Начищены ботинки мои, по городу иду, бандит. А че мне? Лайфую-кайфую. «Нехабар» – мы сделаем из тебя звезду. Хватит петь у себя на кухне или в своем авто. Новое караоке-шоу «Нехабар» предоставит шанс любому, кто желает показать свои творческие способности многомиллионной аудитории. Все просто. В каждом выпуске два ведущих, три конкурсанта и час неудержимого веселья. Аннелечка, твое мнение по поводу нашего конкурсанта. Ну, во-первых, очень симпатичный, правда? Молодой, кровь горячая. Ну ладно, если серьезно, вот посмотри, его, во-первых, вокальные способности каковы? Так, ну, по поводу вокальных способностей я сейчас пока промолчу. А во-вторых, смотри, вот стиль. Вот у нас вообще такой стиль очень популярен, как ты думаешь? Востребован? Я думаю, если взять клубную жизнь, то да. А если взять наш, то и бизнес, то и бизнес. Нет, 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 нет. Смотрите беспрецедентное караоке-шоу «Нехабар» на хит-ТВ с 4 апреля. Кстати, если и вы желаете испытать силу своей харизмы и голосовых связок, звоните по телефону 8-775-551-1123. Не упустите уникальную возможность заявить о себе на всю страну. Юные таланты из Казахстана вернулись с московского международного фестиваля «Открытая Европа. Открытая планета». Ребята отличились среди огромного количества участников и привезли призовые места. В этом году международный фестиваль-конкурс «Открытая Европа. Открытая планета» проходил в Москве уже в 13-й раз. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители возрасте от 5 до 25 лет. В Казахстан представили 6 талантливых ребят. Это была первая поездка наших юных талантов Казахстана. Дети стали лауреатами первой степени, третьей степени и дипломантами второй степени. Я волновался сильно, занимался, старался выбирать тяжелые песни, выигрышные песни. Также одну песню я выбрал «Джамайка» на итальянском языке, а вторую песню «Отанана». То есть на своем родном языке с Москвы привезли награду «Дипломант второй степени». Творческие способности продемонстрировали публики и жюри-конкурсанты из 14 стран мира. Мероприятие позволило показать юным талантам танцевальные, музыкальные и даже театральные навыки. Нелли Ергалиева, Тимур Нугманов, хедлайнер. Графические дизайнеры из Бруклина Летос Абьяражский и Уэй Джеффри документируют свою совместную жизнь небанальными фотографиями. Проект называется «Комплиментс», его можно перевести как «Части целого». Профессия у авторов творческая, поэтому ребятам давно хотелось делать совместный проект. А помогли им в этом бесчисленные ловстори и банальные фотосессии влюбленных пар, которые заполонили интернет. Именно такие снимки вдохновили тандем создать нечто нетривиальное. Оцените их чувство юмора. Что ж, очевидно, Лето и Джейд отлично сработались вместе. Как говорится, главное в жизни найти такого же сумасшедшего человека, как и ты. Солистам группы «Время и стекло» не удалось скрыть всю правду о себе любимых. Не так давно знаменитости побывали в Алматы, и Фарис Мамедов устроил им настоящий допрос. Прямо сейчас вы узнаете, боятся ли артисты своего продюсера Потапа, и умеют ли ребята быстро отвечать на каверзные вопросы. А может, мы забудем все и сбежим? У нас одна любовь и она только мы. Девчонки в нем сзади вместе! А может, мы забудем все и сбежим? Всем привет! Я Фарис Мамедов, и сегодня мы на концерте группы «Время и стекло» узнаем, какое же имя у них самое любимое, и не только! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, ребята! Сейчас у нас будет бить запрос. Давай. Ваше задание максимально быстро отвечает вопрос. Не думаю. Да, нет, нужно говорить. Нет, 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 можно как-то? Хорошо, хорошо. Первый вопрос. Боитесь ли вы «Примадонна российской эстрады» Аллы Борисовны Пугачёвы? Нет, не боюсь. Что вы делаете, когда Потап вас ругает очень сильно? Ничего. На какой вопрос вам хотелось бы ответить, но вовсе никак не задают? Кто? 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 Окей. Имя любимое твое? Твое именно. О, спасибо. Что вы делаете, когда ваше время истекло? Плачем. Да, очень. Да, рызаем. В каком году родилась Аня Лорак? В 95-м. В 80-71-м. О, О, ну что ты говоришь? Ну хорошо, я потом пущу по титрам. В 85-м. Бейонс или Шакира? Бейонс. Стас Михайлов или Григорий Лепс? Лепс. На каком боку испите ночью? Что, что, что? На каком боку ночью спите? На животе. На животе, да. Ну а сейчас давайте споем нашу народную. Вокатуру, а может быть, которая «Забудем, все избежим». Забуду имя, любимое мое, твое имена, имя любимое мое и непобедимое. Ну вот как всегда, любовь моя, твое имена, имя. Неужели я так плохо пою? Фарис Мамедов, хедлайнер. Оскароносный любимчик миллионов продолжает свою благотворительную миссию. На этот раз Леонардо Ди Каприо отправился в Индонезию защищать дикую природу. Актер уже посетил национальный парк, где обитают суматранские слоны, которые находятся на грани исчезновения. Фонд Ди Каприо намерен поддерживать заповедник. О других, не менее важных новостях вы узнаете из нашего дайджеста. Лил Уэйн подают в суд на неизвестную звукозаписывающую компанию. Он намерен получить немалый гонорар за то, что открыл таких звезд, как Дрейк, Никки Минаж и Тайга. Адвокат заявил, что лейбл присвоил себе прибыль рэпера. Хотя этих артистов привел в компанию именно Лил, на которых впоследствии были заработаны миллионы. Робби Уильямс и Тейк Дэд планируют воссоединиться в честь 25-летия группы. В 2018 году музыканты отправятся в юбилейный гастрольный тур. Более того, знаменитости намерены выпустить альбом с лучшими хитами. Кстати, Робби является самым безбашенным и прославленным участником коллектива. Помнится, в далеком 95-м году он со скандалом ушел из группы, зато после стал известным сольным исполнителем. Говорят, что женщины не комильфо фотографировать себя в бикини. Только не Бритни Спирс. Певица вновь уверена в себе. Она похудела и на радость своим поклонникам похорошела. Поп-дива неустанно публикует свои снимки в Инстаграм. Сейчас звезда находится на Гавайских островах с сыновьями. И она не упустила шанс показать свой подкачанный пресс, лежа у бассейна на фоне природного великолепия. Страстью многих алматинцев стали бег и пешие прогулки. Но есть те, кто не ищет легких путей, заменяя асфальт и резиновые покрытия горными тропинками и каньонами. Вашему вниманию сюжет именно о них, трейлраннерах. Другая рука. Дай назад чуть-чуть, а то я на девушку наступаю. Раз. Так нечестно, Маша, у вас ноги длинные. Нам хотелось какой-то именно степной ультрамарафон сделать, чтобы... Ну, горные как бы у нас есть, горные были какие-то забеги. А вот таких степных и около степных нет. У тебя слева степь бескрайняя, скачевая история, справа горы, и ты понимаешь, что вот оно самое то место, в котором, в принципе, жить надо. Ты хочешь бежать сутками, месяцами и не встретить ни одного человека? Пожалуйста! Асфальт – это в первую очередь скорость, это больший результат, это чистота эксперимента, и во вторую очередь это тусовки. Ну, то есть Алматы-марафон, когда бегут 15 тысяч. Трейлы – это стихия, это природа, то есть это возможность увидеть что-то очень... Что-то необычное. Бегаем первую гору, по старой дороге поднимаемся до верха самого плата, потом перебегаем первый маленький каньон, бежим по дороге и спускаемся к пункту питания, вот тут в самом начале каньона был пункт питания. В этом году вот мы пригласили чемпионку России по горному бегу, мастера спорта, задача которой уже будет, ну, как бы так, уже целенаправленно тренировать людей, которые поехали на ранке. Сейчас образ жизни у людей такой, что им очень не хватает движения. Ну, это элементарно. И люди все равно ловят какие-то волны. Вот если, не знаю, как у вас, у нас было определенное время увлечения там сноубордом, горными лыжами. Бег, он более доступен, несмотря на то, что очень многие пытаются сразу купить себе дорогую экипировку. Бег – это естественное состояние нашего организма. И ты в этом естестве, ты получаешь удовольствие от этого естества. На этом все. Смотрите программу «Хедлайнер» по будням в 19.45. Будьте в курсе самых актуальных событий и подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграм – собачка.хиттв.кз. С вами была Инура. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok